Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 октября, я продолжаю вас ознакомить с засолочными сортами, которые я выращиваю. Очередной сорт, который идеален для засолки, это сорт челма. Я его как отношу к группе трюфелей, потому что он очень похож на красный трюфель. Знаете, что есть красный трюфель, желтый трюфель, есть японский какой-то трюфель. Все они одинаковые, они как бы грушевидные, но вот такой вот гармошечкой вот здесь вот, ну трюфель. И если в начале созревания у них вот здесь может у плодоножки быть зеленое такое пятно, как бы такие проступает зелень, то когда он полностью поспеет, то он становится красным, пятнышко это уходит, где у меня тут полностью спелые вот такие. Есть трюфеля вот такие, чисто грушевидной формы. Вот только что я рассказывала про очарование, а вот видите, вызревает, когда краснеет у него. Где-то был совсем спелый, но совсем спелый я, наверное, все уже использовала. Дело в том, что я про очарование говорила только что в предыдущем ролике. Это такой же сорт, это такой же индетерминатный, но еще выше. Если очарование метр восемьдесят, то это два метра, и про них я вчера говорила, что я их не выдернула вовремя специально из-за теплого прогноза погоды. Они мне дали еще дополнительный урожай, все формировали кисти. Вот эта челма может вырасти выше двух метров. Если у вас будут условия, будет, например, продолжительное тепло, оно будет формировать и формировать свои кисти, вот эти плоды. Будет очень много, сорт очень урожайный. Но мне не нравится, что он сильно высокий, потому что мне неудобно уже в моем возрасте. Хороший сорт, но я верхушку обрезаю. Многие так делают, оставляют семь-восемь кистей и окорачивают кусты, потому что очень высокий, его, во-первых, доставать тяжело. Выше двух метров я уже ни рукой дотянуться не могу, ничего. Вообще сорт хороший, в баночках смотрится идеально. И, конечно, вот эти сорта мелкоплодные, они тоже должны быть на участке. Это именно для консервации, для засолки. Вес до 120 грамм, а в остальном обыкновенный томат, высоченный под 2 метра, весь вот в кистях, будут вот такие труфеля висеть по всей длине вот этого. Пожалуйста, периодами подходите, собирайте. Я такие томаты высаживаю попозже, потому что они не для получения раннего урожая, для раннего урожая я другие высаживаю. А эти для засолки, для каких-то заготовок, они вот сейчас тоже уже все поспели, почти все, но я их все почти убрала. Вот вчера собирала последние. Вызрили, очень вкусные, хорошие. Ничего такого особенного я сказать не могу, потому что таких сортов много. Есть и пальчиковые, и грушевидные, и всякие. Кто какие любит, тот такие высаживает. Вот этот хороший сорт, я его высаживаю из-за его оригинальной формы, вот такой мне нравится, что грушевидный. А вообще, конечно, я предпочитаю легче ухаживать за низкорослыми, 55-60 см. Есть тоже грушевидные, но низкие, с высокими, от высоких буду со временем отказываться, мне просто в силу возраста тяжело. Но вообще сорт прекрасный. Видите, какой он какой-то, ну как, красочный такой, эстетический, очень красивый. Подходишь, вот такие груши висят, весь куст в грушках. Вот эта чалма для засолки идеальна.